Работы по благоустройству Южного шоссе выполнены на 95%. Здесь посадили кустарники и деревья. Туи, спереи, березы, каштаны, тополя. Конечно, сейчас пейзаж осенний, голо. Но весной здесь будет очень красиво. Сейчас укладывают и засевают газон, убирают мусор. Схоро установят бордюрный камень и укроют растения на зиму. 5000 кустарников и деревьев теперь украшают Южное шоссе. И не дают покоя вандалам. В одну из суббот, когда здесь образовалась большая пробка, рядом с дорогой есть композиция с шаровидными туями, две туи умудрились у нас вытащить. Но очень обидно, потому что композиции задуманы в целом. Если забирают одно растение, у нас нарушается композиция. Пока население города не все достигло того уровня, что все-таки это сделано для людей, должно радовать глаз, а не расти где-то на даче и радоваться, что лак лиза бесплатно. Вместо украденных кустарников посадили новые, композицию восстановили. За порядком и сохранностью растений теперь следят охранники. Работы по благоустройству контролируют сотрудники Департамента городского хозяйства, а также активисты Общероссийского народного фронта. Здесь получается игра в одни ворота, потому как чемпионат 2018 – это забота не только властей, а, конечно, всех жителей. Мы хозяева, мы принимаем гостей и заинтересованы в том, чтобы все прошло на высшем уровне, и мы показали Самару только с лучшей стороны. В следующем году на всех въездах в Самару установят оборудование для весового контроля, а также помывочные пункты. Грязь с больших колес не должна разноситься по улицам города. Такое поручение дал глава Самары Олег Фурсов. Тема же вандализма остается злободневной – крадут кустарники, урны, скамейки, что не могут унести, портят, рисуют и царапают. Ну, невоспитанность у нас – это точно невоспитанность. Это же безобразие, что крадут. Мне скамеечки так жалко, я вижу, их уже разрисовывают, эти скамеечки. Газоны все затоптали. Ну, что это такое? Зачем выкапывать, когда тут такую красоту навели, выкапывать незачем. Вообще красиво сделали, очень красиво. Есть надежда, что гражданская сознательность повысится, и люди перестанут безобразничать там, где живут. А за кражу и порчу городского имущества вандалов ждет административная и уголовная ответственность. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова